я приветствую вас на своем канале в этом мастер-классе я вам покажу как сделать методом параллельного плетения вот такую замечательную кошечку если вам интересен этот видео урок оставайтесь со мной до конца этого видеоролика для плетения плоской кошки нам понадобится схема плетения бисер номер 10 черного, белого, зеленого и розового цвета и проволока для бисероплетения отрезаем 30 сантиметров проволоки на любой из концов набираем 6 черных бисеринок расположим их посередине нашей проволоки правым концом проволоки я прохожу во вторую правую бисеринку сверху вниз вот так и теперь придерживая бисеринки мы затягиваем нашу проволоку вот так у нас получилось точно так же делаем и с левым концом проходим во вторую левую бисеринку левым концом проволоки вот так и смотрим чтобы бисеринки были хорошо прижаты друг к другу придерживая их пальчиком затягиваем нашу проволоку вот таким образом первый ряд и ушки у нас готовы набираем второй ряд 5 бисеринок одна черная, одна зеленая, одна белая, одна зеленая и одна черная одна зеленая другим концом проволоки я прохожу через все 5 бисеринок навстречу крест-накрест и затягиваю концы проволоки больше я не буду показывать как я прохожу проволокой крест-накрест теперь также будем продолжать набираем 5 бисеринок одна черная, одна белая, одна розовая, одна белая и одна чёрная затягиваем четвертый ряд одна черная, две белые и одна черная катя затягиваем пятый ряд одна чёрная, три белые и одна черная затягиваем шестой ряд 1 черная 4 белые и 1 черная седьмой ряд 1 черная 3 белые и 1 черная затягиваем последний восьмой ряд набираем 6 бисеринок 2 черные 2 белые и 2 черные затягиваем по схеме плетения нам нужно сделать хвост на правый конец проволоки набираем 7 черных бисеринок опускаем их до изделия и проволочку нам нужно ввести в пятый ряд там где 3 белые бисеринки и этот же конец проволоки мы проводим через пятый ряд когда конец проволоки показался затягиваем его вот таким образом у нас получился хвостик теперь нам нужно закрепить концы проволоки мы проходим как бы между рядами вот таким вот образом проволокой этим же правым концом идем к нижнему ряду когда две проволоки сошлись вместе берем и просто их перекручиваем а ненужный конец проволоки мы обрезаем все, наша кошечка готова я отрезала проволоки слишком много поэтому берите не 30 сантиметров а где-то сантиметров 25 этого количества хватит для плетения вот такой кошечки из такой поделки можно сделать как брелок так и серьги если сюда добавить швензу и сделать точно такую же кошечку расцветку можете выбирать любую какая вам нравится если вам понравился мой мастер-класс ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео в социальных сетях со своими друзьями я желаю вам удачи в плетении всем пока!